Привет всем ребят, с вами Ромов Даниил. Ну что, не забыли еще меня? Ну ладно, отставим все эти сопли. И я думаю сегодня пришло время рассказать вам об одной очень интересной, но к сожалению лично для меня сильно провалившейся игрушке. Это Homefront The Revolution. К сожалению, эта игра на стадии разработки которой я возлагал очень большие надежды. Для меня был очень интересный сеттинг. Вот это вот все дроны, повстанцы, война, как все это произошло. Потому что я играл в предыдущую часть. Я знаю Crytek, разработчиков, то есть и так далее. Для меня очень интересна была концепция. Но к сожалению где-то не дожали, где-то переборщили. А Crytek, Crytek для меня скатились. Ну да ладно, я думаю лучше естественно обо всем по порядку. Итак, приятного просмотра ребят. Сначала я думаю нужно рассказать о плохом, потому что к огромному, глубочайшему сожалению, плохого больше чем хорошего. Как я уже сказал, есть вещи, которые не дожали, есть вещи, которые пережали. Ну, к примеру, к первому варианту относится сюжет. Я не буду говорить в чем он заключается, потому что скорее всего большинство из вас и так знают в чем он состоит. Но суть в том, что он в принципе не такой уж и плохой. Куча персонажей, которые погибают, есть драма, есть над чем поволноваться, есть неплохие заготовки. Но к сожалению его не дожали. Ну, я извиняюсь конечно за спойлер ребят, но тут без него никак. Как девка, которая всю игру воевала, прямо рвалась, всех рвать просто направо и налево, осознает всю бренность бытия и помирает прям за секунду очень глупой смертью. Как? Как? Зачем разработчики решили так глупо вывести персонажа из игры? Как? Зачем? Нахрена? Вот единственный вопрос, который возникает после прохождения сюжета. В игре есть очень много мелких вещей, которые прям бесит и очень сильно, прям нереально выводят из себя. Знаете, мне при вспоминании этой ситуации вспоминается одна очень известная поговорка. Большое состоит из маленького. И вот этих вот мелких вещей очень много в игре, которые я еще раз повторяю, прям выводят из себя. Реально. Я перечислю всего лишь несколько примеров, их намного больше на самом деле, но все же. Например, убийство, быстрое убийство. К сожалению, когда тебя замечает противник, иногда приходится бежать, особенно если ты не прокачан до достаточного уровня. И когда ты бежишь, тебе на путь может выбежать какой-нибудь противник из-за угла, там выйти откуда-то и так далее. Вместо того, чтобы достать оружие, любой опытный игрок нажимает F и просто быстро его убивает. Но, к сожалению, быстрое убийство в игре сделано очень глупо. К сожалению, иногда враг выходит на тебя спиной. Ну то есть как? Просто поворачивается, а ты сзади к нему подбегаешь. И вместо того, чтобы быстро врага зарезать, он начинает его сзади душить. И знаете, происходит одна ситуация, которую я по-другому описать лично не могу. Персонаж как будто начинает душить врага, а потом через 5 секунд душения вспоминает, что, во-первых, сзади его преследуют враги, а во-вторых, блин, зачем я его душу, ведь его можно прирезать. Достает нож и убивает врага. Нахрена, почему ты так раньше не сделал-то? Очень глупая и прям нелогичная ситуация. Еще, например, оружие и его прокачка. Дело в том, что прокачка оружия действительно очень неплохая вещь, которую разработчики прям пиарили направо и налево. В каждом геймплейном видео во время разработки обязательно была эта вещь, обязательно ее показывали. И действительно, это очень неплохая штука. Это все очень красиво анимировано. Если ты, например, на М4А1 меняешь прицел, то персонаж реально снимает старый прицел, например, мушку, и надевает новый, например, коллиматорный прицел. Все это красиво анимировано, выглядит тоже. Но суть в том, что пушек в игре мало, реально очень мало. Я даже не пойму, как это так, если честно. Физика дерьмовая. Я, например, не верю, что М4А1, тем более с пламегасителем, стреляет именно так. Ну прикиньте, М4А1 стрелял бы как калаш, ну то есть три пульки выпустил, тебе ствол задрало в небо. Ты смотришь на солнце, а враги тебя расстреливают. Прекрасно? Прекрасно. Но это реальная ситуация. И дело в том, что улучшения ты выбираешь, как в любой игре от Crytek. То есть как, персонаж поворачивает ствол, и ты уже выбираешь, что именно будешь делать. Красивая прокачка в реальном времени. Это есть и в Warface, и в Crysis, но суть в том, что ты выбираешь все это кружочками. И сделано это иногда в таком случае, что ты выбираешь улучшение, и вместо того, чтобы выбрать то, которое тебе нужно, перескачиваешь нечаянно на другое, которое тебе не нужно. И не можешь выбрать то, которое тебе нужно. Ну, я надеюсь, я понятно объяснил. Но суть в том, что это реально раздражает, потому что тебя расстреливают, а ты не можешь выбрать улучшение, которое тебе нужно. Ну, блин, ну бред, ну как так можно было, а? Добавили очень мало пушек, зато сделали раскраску. Красавцы, красавцы, блин. Crytek, вы куда катитесь, а? И я еще раз на всякий случай повторю, что таких раздражающих моментов в игре реально очень много. Crytek, вы реально куда катитесь, у меня другого вопроса нету. Я понимаю, что вы в связи с переходом на фритоплейную модель производства, у вас большие проблемы. Я все это понимаю. Ребят, ну такое ощущение, как будто у вас не было тестеров, которые играли в игру и находили бы все проблемы. Ну ладно бы, если бы не было тестеров, мало ли вы кого-то не приглашали, но я помню, что у вас был бета-тест. Вы что, реально сами в свою игру, например, не играли, а? Хотя, я понимаю, что сейчас меня вряд ли посмотрят разработчики, но реально других вопросов у меня нету. Как вы могли прошляпить все эти моменты? Например, мотоцикл. Я помню, что в бета-тесте он был. Я сам в бета-тест не играл, но я помню, на видео он точно был. Это 100%. Но эта вещь, ребят, я на всякий случай про него расскажу. На нем неинтересно кататься. Физика херовая. Анимация херовая. Негде на нем кататься. Негде реально разогнаться. Зачем вы его добавили в игру? А, правильно, для захвата вышек. Потому что без мотоцикла иногда их реально захватить нельзя. Потому что с ним определенная геймплейная часть. Красавцы. Динамо-машину, блин, они добавили. Хоть какое-то разнообразие, да? Кто-то скажет, что мне нереально бомбит. Я не буду отрицать, да, ребят. Потому что Homefront The Revolution это та игра, на которую я возлагал реально очень огромные надежды. Но все это практически провалилось. Я не говорю, что Homefront, вот которая вышла, это очень плохая игра. Нет. Все же есть неплохие моменты в игре, но в большинстве своем она провалилась. Из запланированных хотя бы минимум 50 часов наигранных в эту игру, я наиграл всего лишь 20. И дальше играть не хочу. В конце этого видео я дам некоторые советы для того, чтобы как-то... Не то чтобы упростить геймплей, а для того, чтобы играть было веселее. Если кто-то играть будет все же. Потому что игра платная, у нее дэнува, пираток нету и все в этом духе. Но все же, может, все же это кому-то поможет. Я не зря упомянул про тестеров, ребят, которых как будто не было. Вся суть в том, что я понимаю, почему разработчики могли не удалить раздражающие моменты своей игры, которые нелогичны и которые просто выбешивают. Я понимаю, может, по их мнению, это были хорошие моменты, которые понравились бы всем. Может, это их мнение. Бывает разное. Все же у разных людей разный взгляд на мир. Но суть в том, что как они не могли заметить такого масштаба баги и глютинга. Летающие предметы, просто в воздухе, которые парят с какого-то хрена. Противники и союзники, которые толдычат на одном месте, пытаясь пройти в стенку. И за стенки не могут пройти. Как вы могли такого не заметить, разработчики? Скажите мне, пожалуйста. Вы думаете, я просто так бомблю, ребят? Нет, нихрена. Таких моментов реально очень много. Я наиграл, еще раз повторяю. Всего лишь 20 часов. Уж из-за этих 20 часов я уже могу сделать большую нарезку, целое видео, из-за этих багов и глюков. Ну ладно, ребят. К черту все плохое. Потому что этого плохого в игре реально очень много. Пришло время поговорить о хорошем. Например, о том, что геймплейная концепция Home of Thrones The Revolution мне напоминает две игры сразу. Как бы странно это ни звучало. Если что, карта игры разделена на несколько локаций. Есть локации красного типа, есть локации желтого типа. В общем-то, концепция примерно та же, что в прототайп. Нет только локации зеленого типа. И я думаю, что не трудно догадаться, что локации красного типа это там, где нету мирных жителей, есть куча врагов, есть какая-то опасность, в общем-то. Ну, в общем, опасные локации. А локации желтого типа это там, где враги организовали какие-то свои убежища, свои какие-то лагеря. Там, где есть мирные жители, там, где, в общем-то, заседает начальство всех врагов и бойцов врага. В общем-то, красные локации по геймплею мне напоминают игру Far Cry. Ну, то есть, есть главные здания, которые подмяли под себя враги. И, в общем-то, ты должен всех этих врагов убить, и эти здания подмять под себя, чтобы союзники заняли эти здания. Ну, а, в общем-то, как бы странно это ни звучало, но локации желтого типа по геймплею мне напоминают игру Just House. То есть, есть главные здания, то есть, полицейские участки, какие-то дозорные точки и так далее. Ты должен их, опять же, под себя поднять, и тогда локации будут полностью за тобой. И, естественно, чем больше точек ты под себя подмял, тем меньше врагов на локации. Все очень просто. Но, реально, вот это вот два совмещения неплохих геймплея, а что Far Cry, что Just House, это неплохие игры, по моему мнению. Ну, реально, мне кажется, неплохое разнообразие. То есть, такого я лично, например, не ожидал. Хотя, знаете, ребят, я сейчас немного подумал о том, что есть в игре хорошего, и понял, что больше-то нихрена и нету. Потому что о все том, что есть в игре хорошего, я уже рассказал. Это неплохой, в принципе, сюжет, за которым можно, в принципе, понаблюдать. Это разность геймплея, которая может за собой увлечь. Это красивое улучшение оружия. И все, больше нихрена нету. Нету хорошей музыки, которую можно было подставить, потому что мир, предыстория в игре хорошая. И есть неплохая концепция, задумка для игры. Потому что революция, восстание, ополчение, все духи, можно было крутую музяку хотя бы в какие-то моменты подставить. Но нет, нихрена не подставили. Оптимизация хреновая. Крайтек сами это подтвердили, что у них оптимизация хреновая, и будут выпускать еще глобальные патчи. Красавцы, нельзя было сразу это исправить. Пустые, дубовые локации, на которых неинтересно передвигаться, бегать и смотреть. Есть какие-то красивые панорамные виды, но это в одной локации практически и то из-за контрастности. Все. Дальше чистые, некрасивые локации. Красавцы. Просто наитупейшие враги, которые глючат направо и налево. По-моему, они меня пытались как-то раз обходить, или чего-то пытаются призывать подкрепление из других локаций. Но суть в том, что это не помогает. У вас же был неплохой интеллект в Crysis 3. Почему вы сюда его не добавили? Почему враги не закидывают гранатами и так далее? Хотя нет, они кидают гранат, но тупо, по-моему, глупо. И так далее. И вот таких вот моментов я еще раз повторяю. В игре очень много. Из-за этого наиграно всего лишь 20 часов, а не минимум 50. Ну, да ладно, ребят. Теперь, я думаю, пришло время дать вам несколько советов, если уж вы собираетесь играть в эту игру. Потому что, на самом деле, она уж не такая уж и плохая. Особенно, если разработчики выполняют действительно свое обещание, которое они дали несколько дней назад. В общем-то, они дали обещание о том, что выпустят глобальный, огромный просто патч, который справит 60% проблем игры. Я надеюсь, что это действительно так будет. Ну, Crytek, вашу ж мать. Ладно, советы. Но, на самом деле, ребята, я сейчас немного подумал и понял одну простую вещь. Все мои советы, которые я вам хотел дать, можно свести всего лишь к одному совету. Это, в общем-то, скачайте тренер. Но, я так понимаю, вы меня сейчас либо не так поняли, либо недопоняли. Скачайте тренер не в плане читерства, в прямом смысле этого слова. То есть, бесконечные жизни, бесконечные патроны или какие-нибудь такие задачи. А в плане замедления времени. Реально, практически все проблемы и все недостатки игры, которые раздражают тебя по ходу геймплея, они решаются вот таким вот, в какой-то степени, может быть, неоднозначным, но все же решением. Воевать становится одно удовольствие. Взрывы в замедленном плане. Красивые хэдшоты убийства врагов. Нормальная реакция на все это. Физика, оружие тогда тебя не раздражает и так далее. То есть, вот такие вот прямые обязанности игры, они просто, ну, решаются и сводятся в лучшую сторону. Ну, а во-вторых, на самом деле, ребят, игра, как я уже сказал, оптимизирована просто хреново. Там, где у меня должно было быть фпс 80-90, у меня фпс 20-30, ну, в крайнем случае 40 просто в максималке. В некоторых моментах вообще зависает, подвисает, спускается до 2 фпс. Ну, то есть, вообще хрень творится. А вот когда ты замедляешь игру, фпс становится в 4-3 раза больше. Ну, то есть, у меня, к примеру, 120-130 свободно. Но, еще раз повторяю, воевать одно удовольствие, решаются большинство проблем игры, которые вас раздражают и так далее. Ну, то есть, может быть, как я еще раз говорю, это неоднозначное решение, не самое лучшее, но все же большинство проблем оно решает. Так что, вот такие вот дела. И да, сейчас я хочу сказать такую мысль, что, ребят, я прекрасно понимаю, что оригинальная игра была от Хью, что эти Хью развалились, что Crytek никогда не сотрудничали с этими разработчиками, что для них это новая игра и так далее. Я все это прекрасно понимаю, но не понимаю одну простую вещь. Почему они не решили те проблемы, которых не было в их предыдущих играх? Ну, то есть, как? В Crysis 3 была хорошая оптимизация, ну, то есть, как? Прохождение на дополнительном канале, там все есть, там все хорошо. С какого хрена? При этом, что графика там намного лучше, чем в Home of Thrones The Revolution. Хотя, движок, насколько я понимаю, тот же. Почему не решили проблемы с интеллектом врагов, хотя таких проблем не было в Crysis 3? Почему не решили проблемы с физикой оружия, хотя таких проблем не было в Crysis 3? Какого хрена? Ну, в общем, у меня объяснение только одно, ребят, что разработчиков реально банально поторопили, заставили выпустить игру, в чем они выпустили. Хотя, требовалось наверняка еще где-то полгода, может, год разработки. Было бы неплохо, как мне кажется. В общем-то, это еще подтверждается тем, что сейчас они собираются выпустить патч, который решит 60% всех проблем игры. Я надеюсь, что это реально будет, потому что реально проблем очень много. Ну, в общем-то, я надеюсь, что вы в этом уже убедились по моему обзору. Но если вы, на самом деле, можете не замечать большинство проблем игры, а это реально так может быть, то эта игра вам реально понравится. Может быть, опять же. Мне, например, при всех недостатках она, в принципе, понравилась. Худшей игрой я ее точно назвать не могу. Но это, на самом деле, претендент на худшую игру года. Вот такие вот дела. От меня этой игре 6 баллов из 10, больше при всем желании дать я не могу. И вот сейчас, в конце, ребят, у меня к вам простая, маленькая, убедительная просьба. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, тут будет еще очень много интересного. Ставьте лайки, потому что это меня реально повеселит. И если вам есть что высказать, то смело комментируйте. Любые комментарии любого плана, главное, нераздражительного, я с удовольствием читаю. Все, больше не смею задерживать ваше время. Пока, ребят. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok